Сегодняшняя проповедь Скажу сразу, она непростая И я утром, когда молился, переживал Что меня некоторые могут не так понять Я знаю, что меня всегда кто-то не так понимает Но вот эта тема, она особо склонна к неправильному пониманию Но тем не менее, я считаю, что об этом необходимо говорить И поэтому я прошу всех, кто слушает меня Тех, кто будет смотреть в дальнейшем эту запись, видео на ютубе Чтобы вы не просто сразу ставили клеймо, но проверяли по писанию Точно ли так, вот то, о чем я сегодня буду говорить И начнем мы С чего мы начнем? А начнем мы с самого начала С первой главы книги «Бытие» Давайте откроем Первую главу книгу «Бытие» Сегодня время у вас есть? Мы начнем с первой главы «Бытие» Где-то к вечеру должны к откровению прийти И вот первая глава «Бытие» 27 стих И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его Мужчину и женщину сотворил их И благословил их Бог Вы знаете, когда Бог создал мужчину и женщину И мы знаем, что в принципе женщина, она уже была несколько позже создана Сама женщина, как леди, была создана несколько позже Но вот был создан сам принцип Принцип мужского и женского Это не просто физиологические различия Между двумя видами или типами людей Для того, чтобы они могли спариваться и рожать в дальнейшем детей Мужчина и женщина, то есть мужское и женское Это некий принцип, который Господь заложил во все наше творение Вот во всю эту вселенную Что такое мужской принцип? Мужское — это твердость, целеустремленность, рост, карьера, смелость, напоритость, конкуренция, ум Вот такие качества, мужские качества Когда мы говорим о женском, о женских качествах Это мягкость, доброта, забота, нежность, благоговение, уступчивость Поклонение, преданность, чувственность, скромность, внимательность, аккуратность И казалось бы, на первый взгляд, одно противостоит другому Тут твердость, тут мягкость Тут карьера, рост, скромность, податливость, следование Вроде бы некое противостояние в этом чувствуется Но в действительности Бог это создал для того, чтобы это приводило к плодам, приводило к результатам То есть нужно как одно, так и другое И вы знаете, я нередко слышал проповеди, посвященные семье, где говорилось о том, что мужчины должны быть мужественными А женщины должны быть женственными На самом деле все не совсем так Потому что мужское и женское заложено во все творение То есть это заложено в каждом из нас И я понимаю, что в мужчине должны доминировать мужские качества Да, конечно же Но ему необходимы и женские качества Я не знаю, в каком соотношении Некоторые, я читал, говорят, что должно быть в мужчине 80% мужских качеств и 20% женских качеств Мне интересно, как они так точно вычислили? Почему 80 на 20, а, например, не 75 на 25? То есть вот все эти цифры, то есть спекуляция Можно сказать только об одном, что, конечно, доминировать, преобладать В каждом мужчине должны именно мужские качества Но мужчине необходимы и женские качества Правда же? Необходимы Так же и женщинам Конечно же, в женщине должны преобладать женские качества Но в ней должны быть и мужские качества Точно так же Есть времена, есть периоды, когда женщине просто жизненно необходимы мужские качества Например, если домогательство, сказать нет Не быть уступчивой Следовать нет Сказать нет Это мужское проявление Нет Некая твердость Но женщина должна в этом случае проявить мужскую черту Ну или в нашей стране во время Второй мировой войны Когда большинство мужчин было на фронте То женщинам здесь в тылу пришлось на себя взять мужские роли И, соответственно, брать на себя определенные мужские качества Это было просто необходимо В то время Никакую твердость Несгибаемость Иначе мы бы не смогли выиграть войну Правда же? Если бы женщины в тот период не взяли на себя мужских качеств Но, тем не менее В женщинах должны доминировать женские качества А в мужчинах мужские Но при этом я еще раз подчеркиваю то О чем практически никто не говорит в церкви Необходимо нам, мужчинам и женские качества Как женщинам необходимы мужские качества Необходимы И, конечно же, порой у мужчин проблемы с мужскими качествами И об этом нередко говорят Но мало говорят о том, что у мужчин проблемы В том числе и с женскими качествами Что я имею в виду? Ну, в обществе, конечно же, мужчина прежде всего проявляет мужские качества в общественной жизни, в профессиональной там своей деятельности, да? Мужчина должен проявлять мужские качества. Но когда мы говорим про отношения, когда мы говорим про семейную жизнь, и когда там мужчина проявляет мужские качества, там стукает по столу, кто дома хозяин? Начинает там всех строить в своем доме, начинает командовать в своей семье, начинает там верховодить, и там у него вся семья прям по струнке ходит. Видали подобные семьи, где вот просто мужчина... Причем, знаете, чаще всего это происходит именно тогда, когда мужчина не проявляет мужских качеств в своей профессиональной деятельности. Когда он там терпит, сгибается как-то вот, а дома-то он уж отрывается. И в его жизни все не на местах находится, все наоборот. Все не оборот. Поэтому, конечно же, драгоценная проблема, когда в мужчинах недостает мужского, он превращается в слезняка. Но не меньшая проблема, когда в мужчине только мужские качества. Потому что при отсутствии женских качеств такой мужчина превращается в тирана. Почему так проблема-то стоит? Потому что мы с вами живем в мужском мире. Здесь правят мужчины, здесь ценится мужское. Женское, к сожалению, находится в пренебрежении сегодня. И вот эти лозунги «Будь эффективный!» Там, как заработать миллион за неделю, как ставить цели и достигать их, как завоевывать друзей и использовать их. Все это мужские лозунги. Но в этот как-то невольно сегодня включены и женщины. Поэтому сегодня женские качества теряют и мужчины, и, к сожалению, женщины. Современные женщины конкурируют с мужчинами. За равные права конкурируют. Конкурируют там разные эмансипации. И трудно им принять в себе женское. Поэтому многие женщины становятся такими жестокими, твердыми. Учатся противостоять мужчинам во всем. Манипулировать ими, называя это женской мудростью. Это не женская мудрость, это типичные мужские качества. Свои цели и всех это под свои цели подгонять. Даже то, что называется порой женским, на самом деле, по сути, это типичное мужское. Вот, например, думаю, вы в новостях сталкивались с действиями такой украинской женской группы. Как-то фемена называлась и все. Они там, в общем, полуобнаженными, бегали с разными плакатами и что-то требовали. Казалось бы, вот фемена женская. Но эти женщины, которые орут там. Типичное проявление мужчин в юбке. Хотя в их случае там и юбок-то не всегда были, да? Но вот типично вот такое агрессивное мужское поведение. И поэтому, драгоценные, я хочу сегодня посмотреть с вами в Писании, к чему же приводит пренебрежение женскими качествами в обществе и даже в жизни мужчин. И давайте откроем. Я два места Писания приготовил, две истории. Одна из Ветхого Завета, другая из Нового Завета. И начнем мы с вами с Ветхого Завета, с первой книги царств 25-й главы. И вот второй стих. «Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый, у него было три тысячи овец, тысяча коз, и был он при стрижке, овец своих накормили». Ну, такой бизнесмен успешный. «Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авегея». Имена говорящие. «Навал» означает, кто помнит что? Безумец, да, безумец. А Авегея – источник радости. «И вот, смотрите, Навал жены его – Авегея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». Жестокий, вот, то есть, мужик, короче. Твердый, агрессивный, напористый. И вот пятый стих. «И послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам, «Взойдите на Кормил, и поедите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите ему, «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец, вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси услуг твоих, и они скажут тебе, «Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Посмотрите, какое вежливое обращение Давида, да? Он даже там сыном себя называет, да, сыну твоему, да, вот мир тебе, дому твоему, всему твоему, да? «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу, от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, «Кто такой Давид и кто такой сын Есеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, воду мою, мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему слова сии». Видите, Навал повел себя совершенно… Ну, когда два мужика, это как два медведя в берлоге, да у них сплостное противостояние, сплостная конкуренция, да? Ну, казалось бы, там три тысячи овец, чего там такого у тебя нет? Ну, дай, ты видишь, царь идет. Что ты отношения портишь с царем? Не надо. Ну, прояви какую-то гибкость. Ну, это же женские качества, гибкость, податливость. Нет? Как это такое? Сейчас я покажу, тут много рабов бегает от господ. Ну, и начал там рубить с плеча. Ну, и все это передали Давиду. Тогда Давид сказал людям своим, не хотят нас кормить, пойдемте обратно, да? Нет. «Опояшьте каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. И поясался сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе. А Вигей уже жену Навала известил один из слуг, сказав, вот Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас. И ничего не пропало у нас во время, во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы послали, мы посли стада близ их. «Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Вот посмотрите, вот ситуация возникает. По сути, положа руку на сердце, он не должен был, не обязан был Навал делиться. Но это было его. Хочу, даю, хочу, нет. Но когда возникает ситуация, то необходимо что-то большее. И знаете, вот если мы говорим мужчина, ум, да, женщина часто мудрость. И вот быть как-то гибче, смотреть на ситуацию, вот где, ну, чувствительней, что ли, быть. «Нет, мужик часто прет на пролом. Какое там чувствительное? Я ему не обязан давать. Что он, растил, что ли, этих овец? Он их кормил, этих овец. Какое он право иметь на моих овец? Потому что это три тысячи овец. Ну, как так погибче будет? Ну, вот как-то нужно вот тут по-другому себя вести». Нет, вот мужики вот такие вот, которые полностью пренебрегают мужскими качествами. «Чего это такое? Да ну, чего это такое? Давай». И вот смотрите, слава Богу за Овегею, 18 стих. «Тогда Овегея поспешно взяла двести хлебов и два меха с вином, пять овец приготовленных, пять мир сушеных зерен и сто связок изюму, двести связок смокв, и навьючила на ослов и сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему навалу ничего не сказала. Ну, конечно, чтобы он начал, не отпустил. И видите, Овегея с дарами и извинениями выходит навстречу Давиду. Они встречаются, Давид видит все эти дары, приношения. И вот 32 стих. «И сказал Давид Овегея, «Благословен Господь Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, И благословен на ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови И отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, Удерживающий меня от нанесения зла тебе, Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, То до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене». Видите, мы живем, как я сказал, в мужском мире. Правители, премьер-министры, президенты. В основном все мужчины. Я думаю, может быть, именно поэтому сегодня на земле происходит столько войн. Мне даже кажется, что в современной ситуации Неплохо бы по всей земле сделать выборы И хотя бы на один срок, на 4, 5, на 6 лет Всем странам избрать президентами женщину, Чтобы все улеглось. Потом снова мужики могут Занимать эти посты. Когда мужское доминирует в политике, То постоянная конфронтация. «А, что такое? А ты какие права имеешь? А ты какие права имеешь?» Ну и начинают это, бодаться друг с другом. И кровь. И да ведь сам говорит, Не ты бы, Не было бы этого женского начала гибкого, мудрого. Вот как-то вот... То все, говорит, пролилась бы кровь. Было бы убийство, Если бы не ты. То есть видите, насколько необходимы женские качества. Если бы вот была мудрость, Проявление женских качеств, Навал бы понял, что тут надо по-другому себя вести. Но он не понял, Как и не понимают многие-многие современные мужчины, К сожалению. И делают большие глупости. А я же прав. А он не имеет права. А я имею права. А вот это так, а тут не так. Ну и что, на твоей могиле так и напишем. Был прав. Утром же, когда Навал отрезвился, Жена его рассказала ему об этом. И замерло в нем сердце его. И стал он как камень. Как он представил, что 400 мужиков там с мечами шли тут не так давно, Пока он там нетрезвый веселился. Как-то вот изменения в его организме произошли. 38-й стих. Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. Видите, вот отсутствие вот этих женских качеств лишает мужчину и мудрости, и гибкости, и чувствительности, и определенной дипломатии. Это ужасно и в общественной жизни, а в семейной жизни это вообще ужас какой-то. Потому что, по сути, мужчина без женских качеств, он не может по-настоящему любить женщину. Он просто берет эту женщину. Он не может быть чувствительным, он не прислушивается, а что такое? Сегодня большой оборот набирает мужское движение, которое вообще считает, если вы знаете, мужское движение, что женщины там второй сорт, они созданы только для удовольствия мужчин. Ты думаешь, глупцы, мы мужики, нам повезло. Смотришь на этих людей, в этих роликах на Ютубе, которых сегодня расплодилось множество, настолько глупость. Вот видишь этих навалов, они и сами-то какие-то недалекие все выглядят. Вот общество навалов, а вот так надо, а вот так надо. Бог создал мужское и женское. Да, мы мужчины, да, конечно же, в нас должны доминировать мужские качества. Но нам не менее необходимы женские. И если мы не будем развивать это в себе, открывать это в себе, то мы просто будем как вот эти навалы выглядеть. Типичная вот картина навалов. В каждом мужчине есть женское. Вот и если мы это в себе не раскроем, то нормальной семьи не будет. Просто такие будут мужчины, которые используют женщин. И сегодня таких очень много. И мы, семья-то сегодня не нужна. Зачем семья? С одной, со второй, с третьей. Женщина для удовольствия. Потому что без раскрытия определенных женских черт мужчина не может не понять женщину, не ценить, не любить. И когда мы принимаем это, мы становимся более понимающими, более чувствующими, более чувственными. А ведь, сестры, вот вам нужно в отношениях романтика? Или мужик пришел, сейчас давай есть, сейчас давай пойдем в кровать, сейчас храпим и спим. А ведь романтика, романтичность, это же женские черты. Это необходимо, братья. Я, конечно, понимаю, тяжело, надо постараться. Мужчина без женских качеств, он не может полноценно детей любить своих. Да, мужики не плачут, ну-ка, давай, вытирай слезы. И таких же дураков-навалов воспитываешь ты, как сам. Конечно же, у меня пятилетний сын. С одной стороны, да, я воспитываю в нем мужские качества. Мы с ним там деремся. Он каждый раз, когда утром приходит, он говорит, пап, давай бороться. Мы начинаем с ним бороться, мы начинаем с ним там на кухне драться и все. Но есть вещи, когда я проявляю некие женские качества, когда я его обнимаю, когда я вытираю ему слезы, когда мы с ним беседуем по душам, когда мы с ним разговариваем. «Эй, что это разговаривает? С лентяем вырастет!» Нет, он вырастет и мужественным, и мягким человеком. Да, я понимаю, что в мужчине должны доминировать мужские качества. С этим никто не спорит. Но женские тоже необходимы, потому что только одни мужские качества приводят к тому, что мужчина, он вырождается, превращается вот в этого типичного навала, который не может ни жену любить, ни детей своих любить, ни нормальные в обществе связи строить. Когда мы говорим про мужские качества, это некая структура, принцип, достижение, закон. А женские – это следовать, течь, слушаться, быть гибкой. И нам это тоже, брачья, нужно. Потому что мужчины тоже плачут, как и богатые. И вторая история. Пятнадцатая голова книги «Деяния апостолов», как я сказал, она будет из Нового Завета. И вот тут точно так же, как я абсолютно убежден, без проявления мужчиной определенных женских качеств, у нас в Библии было бы всего три Евангелия, а не четыре. Деяние, пятнадцатая голова, тридцать пятый стих. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение. Видите, такая книга «Деяния» так мягко говорит, так вот, огорчение. Поругались, короче, они там. Два мужика огорчились, да? Мы огорчились. Я-то огорчил меня, Павел. Я не видел таких конфликтов среди мужчин. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел избрал себе силу, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьям благодати Божьей, и проходил через Сирию и Киликию, утверждая церкви. Вот тоже, смотрите, два подхода. Вот чисто мужской подход апостола Павла. Представляете, есть некоторые христиане, которые просто для них Павел чуть ли не главный вообще в Библии. Они, по-моему, больше уже не христиане, а павликиане такие. Конечно же, Павел величайший апостол церкви, с этим никто не спорит. Но также у него было немало ошибок. Немало ошибок. И вот в этой истории мы видим, Павел повел себя вот так вот, чисто по-мужски. Так, какого Марка мы еще тут будем брать? Никакого Марка мы брать не собираемся. Нет. Давай-ка посмотрим, он нас там предал, там оставил он нас. Мы там пошли, а он там не пошел, поехал там к мамечке пирожки кушать. Это что такое? Мы там голодали, а он там где-то отсиживался. Нет, ни в коем мере. Все. Никакого Марка больше рядом, в километре чтоб не было от меня. Без него. Варнава же, заметьте, мужчина, как раз понял, что в этой ситуации не нужно быть навалом. Не нужно вот так вот. Не нужно. И он говорит, нет, ну человек ошибся, но есть еще же второй шанс. Ну нельзя. И произошло между ними разделение. Павел ушел вместе с силой. Варнава остался с Марком. И мы видим, что вот эта мягкость, податливость Варнавы помогла Марку измениться. И прошло некоторое время, и мы уже читаем, как апостол Павел говорит, ну и Марка тоже там с собой возьмите. То есть угоденый ему стал Марк. То есть он увидел, что да, тот, от кого он решил не брать, на ком он поставил крест, Варнава с ним работал. Варнава трудился. И в итоге мы видим, что да, Марк вырос достойным служителем. И Павлу пришлось это признать. И он уже сам пригласил Марка. И в конечном итоге у нас сегодня в Новом Завете вторым Евангелем стоит что? Евангелие от Марка. То есть он не просто восстановился как служитель, но Бог избрал этого человека, чтобы через него дать нам одно из Евангелий, на что большинству исследователей Библии говорят, что Евангелие от Марка это самое древнее Евангелие из этих четырех. Самое древнее Евангелие. было бы это если бы вот только бы как Павел. Нет. Более того, я думаю, что поскольку Евангелие от Марка оно самое древнее и исследователи Библии говорят, что оно повлияло и на Евангелие от Матфея, и на Евангелие от Луки. Да? То это одна из ключевых книг Нового Завета. Одна из ключевых книг. Что было бы с ним? Что было бы с Марком? Если бы вокруг были только Павлы. При всем уважении к Павлу. Но есть ситуации, когда не нужно проявлять вот эту твердость, принципиальность вот так и никак. Нет. Как раз вот тут необходима была вот эта мягкость, дипломатия. то, что присуще женщинам, женские качества. И часто, когда мужчины, даже великие мужчины вот этого не понимают, они оказываются в совершенно глупом положении. Но если не как навал уже в положении мертвого, то, по крайней мере, в положении глупого. Когда Петр чисто по-мужски, знаете, так вот, мужчина же «Господи, если все оставят тебя, то только не я!» Помните? «Только не я!» Вот это чисто мужское качество. Вообще, Петр — это типичное выражение мужчины. Вот какой вот он весь. «Только не я!» И потом раз, раз, раз. И петух у коллегов тоже, помните? И петух кричит. И что? С трусим. Не пошел. А другой апостол Иоанн. Мы видим, что Иоанн назван любимым учеником Иисуса Христа. И именно Евангелие Иоанна называют Евангелие любви. Именно в одном из посланий Иоанна написано «Бог есть любовь», потому что никакой любви без проявления женских качеств в принципе быть не может. Видимо, это был другой. Он, может быть, так не горлопанил. Когда Иисус говорил о своей скорой смерти, он вместе с Петром не встал и не сказал «Да, Петр, ни в коем случае!» Нет, он так не говорил. Однако именно он был тем мужчиной, который как раз был у креста. Помните, да? Одним из прокрался и был там, когда другие все разбежались. то есть, зачастую именно проявление мягкости, какой-то гибкости, податливости жизненно необходимо. Жизненно необходимо. Вот почему я думаю, Господь в каждого мужчину вложил не только мужское, но и женское. Да, может быть, женское меньше, но оно тоже есть. Это необходимо в себе раскрывать. если ты желаешь исполнить волю Божью в своей жизни. Ну и знаете, в самом конце я хочу такую вещь отметить важную. Помните историю, когда женщина с алавастровым сосудом пришла и разбила этот сосуд и драгоценная мира вылила на ноги Иисуса и оттирала волосами своими. И когда ученики ворчали, к чему сия трата, чисто мужское, нерационально, надо как-то по-другому финансы распределять, мужики все знают. Именно Иисус остановил их и сказал, везде, где не будет Евангелие проповедано, будет сказано о том, что она сделала. И я вам хочу такую сказать вещь. Без проявлений, дорогие ценные мои братья, в нас женских определенных качеств, мы никогда не сможем по-настоящему поклоняться Христу, восхищаться Христом, служить Христу, любить Христа и быть послушным Христу. Может быть, в этом причина, почему в церкви, в любой церкви, и здесь, и вот я недавно из Калифорнии прилетел, большинство в церкви кто? Женщины. Мужчинам трудно в себе вот эти качества управлять, потому что в поклонении, что такое поклонение, смирение, когда вот мужчина и женщина, женщина стоит в тени, мужчина на первом месте, разные роли, разные позиции, а тут ты приходишь к Богу, и он на первой позиции. Как это так? Некоторым мужикам непонятно, там жена начинает ходить в церковь, он говорит либо я, либо Христос. Видишь, какой-то у нас тут конкурент нашелся к Христу. И вот им трудно смириться, потому что нужно смиряться. Я думаю, почему сегодня, вы знаете, такое огромное количество конфессий, деноминаций в христианстве, да потому что руководят вас, но мужики. И когда мы проявляем в себе вот одни только мужские качества, да нет, мы боремся с Богом, как и Аков. Но тут мы приходим, и мы вынуждены смириться. Поэтому не случайно церковь названа кем? Невестой. Вот понимаете, вот возникает у мужчины, пришедшего в церковь, когнитивный диссонанс. Я мужик, невеста Христа. У женщин-то проблем нет. Каждая хочет быть невестой. И мужа, и Христа, слава Господу. А мужчинам как? Невеста? В смысле невеста? А потому что церковь в отношении к Богу, в отношении к Христу поставлена именно быть в тени Господа. Смиряться, склоняться, поклоняться, а иначе как ты будешь петь Христу «Я люблю тебя, мужчина ты». Вот именно когда ты вдруг проявляешь это в себе, в своей жизни. Поймите, мужчина-христианин не становится женщиной. да нет. Конечно же, мужчина-христианин остается мужчиной, но ему необходимо проявление этих женских качеств. Иначе он не исполнит волю Божью, он не может быть чувствительным к Духу Святому, он не может быть открытым перед Богом и не сможет принять всего того, что Господь дал нам. Поэтому братья драгоценные, слава Богу за наши мужские качества, их, конечно, необходимо развивать. И мужество, ответственность, силу, смелость, напор, это все нужно. Но не менее нужно то женское, что Бог заложил в каждом из нас. Только вот если есть одно, пусть доминирующее, но и второе должно быть, только тогда мы сможем исполнить волю Божью на этой земле. Ну, а драгоценные сестры, вам, конечно, необходимы мужские качества, но не потеряйте эти женские качества. Потому что в нашем современном обществе, когда все мужское доминирует, легко и женщинам терять свои женские качества. И такие, знаете, бой бабы появляются, о которых еще наш поэт Некрасов заметил. Коня остановят, в избу горящую войдет. Вот такая вот. Это необходимо только иногда в тяжелое время на войне. Но если вы все время такая, упаси Бог с вами связываться. И мужу навернет, и деньги заберет. Все. У него все, тут дети, тут муж. Это тоже карикатура. Поэтому Писание нас учит. В почтительности друг друга предупреждайте. А почтительность, это чисто женская черта, почтение, склонение. И оно нужно и братьям, и сестрам. Скажешь, Виктор, в то время, как ЛГБТ везде, понимаете, из-за того, что много гомосексуалистов не значит, что не должно быть мужской дружбы, правда? Из-за того, что порой сегодня некоторые мужчины ведут себя по-женски, не значит, что настоящие мужчины не должны, когда необходимо, проявлять какие-то женские черты характера. Знаете, я вам скажу честно, и я вот не стыжусь, когда вот все смотрят, вот мы в семье смотрим фильмы, и я сижу и плачу. Мужчины не плачут. Да ну, мне нравится. Все дети чувствуют, как касаются меня. Или какую-нибудь историю я прочитаю, так бывает расплачусь, и потом еще некоторым друзьям разошлю, чтобы они поплакали. Некоторые люди, которые впервые приходят к нам в гости, они удивляются, они думают, что если они приходят в дом пастора, то я вот какой здесь, такой я дома, такой стою, халилуя, все встанем, Богу слабить будем сейчас за еду. Ну-ка, все женщины направо, мышечки налево. Нет, они приходят, они видят, я сижу такой дома, тише травы ниже. В общем, короче, тише чего-то, ниже чего-то. Сижу простой такой дома, и все. Почему? И, и, ой, Виктор, у тебя там дома женщины руководят? Да, дома у меня женщины руководят, да. Так ты баба-раб, наверное. Я просто в себе уверен, понимаете? Просто в себе уверен. Я все там создал, все контролирую, пускай там они. То есть я задаю направление, например, по утрам я ем кашу, вот сегодня я ем кашу, а уже она сама думает, какую? Какую кашу? Хоть гречневую, хоть овсяную. Да какую хочешь, дорогая? Лишь бы не манную, это у нас запрещено. Греховная каша, манная. С детства уже, с детского садика, манная каша вот тут сидит. Поэтому есть у нас одна заповедь, только не манную по утрам. Все. А во всем остальном свобода. Что хочешь делать? То есть я задаю направление, а там уже, вот там все как-то. И я веду, конечно, ой, ты там в семье такой ведомый. Да я в семье просто уверен. Я уверен. Только неуверенный в себе мужчина дома махает руками, орет и все время командует. Понимаете? Это признаки чего? Несилы, неуверенности. Неуверенности. Поэтому, драгоценные братья, ну, не будьте вы тупыми навалами. Не будьте. Это глупо выглядит, это безумно выглядит. Это ни в жизни, ни в семье не даст вам быть счастливыми счастливыми и наслаждаться с теми людьми в тех отношениях, которые Бог желает, чтобы вы наслаждались. Всегда скажут Аминь. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарен Тебе, Боже, за возможность быть с моими братьями и сестрами, вместе читать Слово Твое, Господь. И я делился с ними теми вещами, которыми Ты наполняешь мое сердце. И я верю, мой Бог, что это так важно для каждого из нас. То, о чем мы говорили, так важно. Я молю, чтобы женщины были женственными, чтобы в них в действительности были вот эти удивительные черты, необходимые для семьи и для служения Тебе, Господь. Благослови каждую сестру, благослови, Господь, тех сестер, которые занимаются бизнесом, или каким-то общественным трудом, Господь, чтобы, несмотря на свою деятельность, они не потеряли женственность, не потеряли женские черты, не потеряли женские качества, не превращались в мужчин в юбках. Благослови, мой Бог, каждую, каждую сестру во имя Иисуса Христа. Я также, Боже, молю, благослови каждого брата, чтобы мы были мужчинами по сердцу Твоему, чтобы у нас доминировали мужские черты. Ты создал нас мужчинами, чтобы мы были мужественными, смелыми и страшными, твердыми, умными, но также, Боже, чтобы мы развивали другую сторону, которая есть в нас, быть чувствительными, быть гибкими, когда нужно быть уступчивыми, мягкими и в отношении с Тобой, Господь, быть смиренными, поклоняться, быть скромными, быть внимательными, чтобы мы проявляли эти черты, когда это нужно, когда это необходимо, Господь, чтобы мы были в гармонии, Господь, чтобы все то, что Ты заложил в нас, мы развивали, чтобы ничто, Господь, не было пренебрегаемо, и тогда у нас будет гармония и в жизни, и в семьях, и в служении Тебе, и в нашей профессиональной деятельности, Господь. Благослови, 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 аллелуя, слава Тебе, Иисус. И каждый верующий доскажет Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok